Закрыть все увеселительные заведения после 10 вечера и выключить все светящиеся вывески в городе. Такое решение вынес оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством главы Симферополя. Еще вчера предприниматели предупреждали лично, однако не все вошли в положение. Некоторые кафе продолжали свою работу, а вывески с подсветкой работают даже сегодня днем. Городминистрация решила действовать радикально. Сегодня утром глава Симферополя вновь собрал очередное заседание оперативного штаба по ликвидации ЧАЭС. Доложили там об исполнении вчерашнего решения, которое касается местных предпринимателей. А именно, после 22.00 бизнесмены должны закрыть все увеселительные заведения. Сейчас по ночам город не освещается, а места, где реализуют алкоголь, могут стать причиной хулиганства. И второе, с наступлением темноты отключить все сети-лайты, рекламные экраны и светящиеся вывески. Как оказалось, 40% предпринимателей по разным причинам такое решение не приняли во внимание. В данный момент вот такое отношение к принятым решениям нашего штаба, я думаю, люди либо непонимающие, либо бездумно вообще существующие здесь у нас в городе Симферополь. Имидж, сейчас закончу, имидж они себе уже подорвали. Вот дальше они могут подорвать свой бизнес. То есть, вот шаги, которые сейчас будут происходить, они просто должны понимать, к чему это приведет. Выписку из протокола по всем предприятиям, которые не отреагировали на решение штаба для персонального вручения о персональной ответственности. Гороадминистрация сегодня начала действовать решительно. Тех кафе и бары, которые вчера продолжали обслуживать клиентов после 10 вечера, закрывают до того, как не уладится проблема с обеспечением полуострова электроэнергии. А сколько продлится положение ЧАЭС, одному богу известно. Администратора этого кафе быстрого питания предупредили о том, во сколько следует закрыть двери для посетителей еще вчера в 6 часов вечера. Однако от своего руководства он получил другое распоряжение. В итоге кафе работало всю ночь. Принято решение о приостановке работы данного заведения, обмечании режима ЧАЭС. Сейчас подойдутся сотрудники департамента административных органов, можете в принципе свет выключать, работу всю прекращать. Сейчас вам вручат постановление, в случае, если вы продолжите свою работу, у вас будет установлен протокол по статье 3.7 и выполнение требований органов, сотрудников муниципальных органов власти. Будут приняты дополнительные меры для того, чтобы вы это вручение выполнили. Это понятно? Сколько вам надо времени, чтобы выкрыть? Всего решение о городадминистрации прозвучало впустую для шести кафе в центре города. Сегодня всем им вынесут предписание. До восстановления нормального электроснабжения они не имеют права работать. Конечно, правильно, потому что нужно экономить электроэнергию, нужно поддерживать. Стина в строчи администрации. Сейчас очень тяжелое положение с освещением. Есть более важные объекты, которые нужно освещать. Если даже заводы сейчас приходится останавливать на какой-то, то я думаю, кафе может пережить этот период. Ну, если, конечно, тоже поедают. Почему-то в Севастополе полностью все отключается, весь город отключен. А у нас привилегия какая-то может гореть. Это же неправильно. Наверное, если им так... Все правильно. Почему? Почему? Для экономии, я не знаю. Может им не хватать. У нас потребность идет больше, чем может давать. Ну, а почему неправильно это должно быть? Для чего они должны светиться, если электрического не хватает? Нет, ребята, хотите, сидите дома без света, зато пускай светятся вывески вывесительных заведений. Если вам это больше нравится, никаких проблем. Даже после предупреждения вчера в час ночи продолжал включать большой экран супермаркета «Сельпо». После нескольких просьб, сопротивление начальства прекратилось. Сегодня днем экран уже отключили. Не то чтобы в темное время суток. На некоторых объектах даже днем вовсю светятся вывески. Работники ломбарда в центре города, как оказалось, выключать вывески не умеют. Тифу Кафаров обещал в этом деле помочь. А это новое кафе на улице Пушкина даже еще не открылось для посетителей. Идет ремонт, а его название светится вовсю. Сейчас отключите вывеску, иначе вам поможет. Мы отключим вывеску. И до 10 вечера будете работать. После 10 вечера будете работать. Мы закроем вас за консультацией. День рейд повторится и будет продолжаться. Я призываю всех предпринимателей города Симферополя подойти, быть все-таки социально ответственными, поскольку вечером большое количество оперативных наших бригад, комплектованных работниками полиции, монтерами. Будет по городу осуществляет контроль за наружной рекламой освещения. Все, что будет освещаться по состоянию на 19.00, будет отключено принудительно. Все вывеселительные заведения, которые будут осуществлять свою деятельность после 22.00, максимально, но город у нас большой, но максимально примем меры, для того, чтобы, во-первых, будет составлено админпротокол на месте, во-вторых, у нас заседает штаб два раза в день, то есть на утро мы доложим, и по ним также будет принято решение о приостановлении работы. Для тех предпринимателей, которым предупреждение городадминистрации не указ, местная власть ведет другие меры воздействия. Для начала штраф. Юлия Попович, Виталий Голубин, Служба новостей и ТВ.